Каждый год Бердский электромеханический колледж выпускает десятки специалистов для промышленных предприятий нашего города и всей области. В 2016 году в учебном заведении, помимо уже давно привычных, стали обучать и новым профессиям. Слезарь-фрезеровщик-универсал и операционная деятельность в логистике. Об этом и многом другом на ежегодном собрании трудового коллектива рассказала в своем докладе руководитель колледжа Раиса Устинова. Много говорилось в выступлении об итогах деятельности и приоритетных задачах. Которые стоят на сегодняшний день перед руководством и педагогическим составом. Основная цель – подготовка высококвалифицированных специалистов. Главная цель воспитательной работы колледжа – это создание оптимальных условий для становления и самореализации личности студента, будущего специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, владеющего способностями к профессиональному интеллектуальному социальному творчеству. Можем с достоинством говорить об интеллектуальном направлении, о патриотическом, об активном участии в городской жизни, фестивалях и конкурсах. В качестве почетного гостя на собрании присутствовал начальник управления развития трудовых ресурсов и профессионального образования Новосибирской области Андрей Головнин. Высокопоставленный гость отметил профессионализм коллектива колледжа и пожелал дальнейшей успешной работы. «Берский электромеханический колледж – это профессионально стабильно работающее образовательное учреждение, имеющее достаточно квалифицированный коллектив. И в этом смысле вы не относитесь к той группе риска, к которой нужно часто ездить, что-то корректировать. Идет плановая работа. Для нас, что очень важно, это то, что те предложения, которые были министерством в свое время направлены, касающиеся введения новых образовательных программ, они были подхвачены и реализованы». Поблагодарил за хорошую работу педагогов колледжа и глава Бердска. «Спасибо, что вы сохранились, спасибо, что вы сохранили традиции, спасибо за то, что есть преемственность. И это не страшно, что там средний возраст 49 лет, поверьте мне. Самое главное, чтобы было желание, было задором, было еще хватало силы и энергии на это». Безусловно, колледжу есть чем и кем гордиться. Однако в планах еще много нереализованных задач и проектов, которые еще предстоит воплотить в реальной жизни. Спасибо. 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 Спасибо.